Приветствую вас. Я думаю, что ребенка, скорее всего, что-то напугало. Я думаю, что, скорее всего, его напугали какие-то разговоры о том, что, если, например, быть грязным, вот, некоторые люди любят такие разговоры вести, вот, если быть грязным, то, соответственно, что-то случится, вот, и я думаю, что его это очень сильно поразило, я думаю, что его это очень сильно впечатлило, вот, и мне, собственно говоря, вот кажется, что под этим впечатлением он как раз и начал просить вас в мои руки. Вот, помощь, по крайней мере, значит, ну, по крайней мере, чисто психологическая помощь ему пока что не нужна, вот, именно. Но, я думаю, что, если, я думаю, что, если так будет продолжаться дальше, то, конечно, возможно, ему понадобится помощь, да. Вот, сейчас, сейчас, то, что вы описываете, можно решить именно вашими средствами, вот. Для этого, значит, просто разговаривайте с ребенком, вот, со своим ребенком просто разговаривайте, выясните, откуда он это взял, выясните, чего он боится, вот, выясните, что его напрягает, выясните, значит, что с ним произошло и, значит, передайте в его видение, да, данный аспект. То есть, то есть, передайте именно в его видение, да, вот, то, что он, собственно говоря, делает, да. Предсказите ему четко, что если он хочет мыть руки, да, то пусть моет, но пусть моет сам. Как, как, вот. Я думаю, что, в общем и целом, это будет вполне себе справедливо. Вот. Ну, в общем и целом, это будет вполне себе логично. Вот. Теперь, разговаривайте с ребенком, позволяйте ему рассказывать об этом. В большинстве случаев, если с ребенком разговаривать, если, вот, выяснить, что стоит за его таким желанием, то страх у ребенка уйдет, потому что, ну, при условии, если у вас, вот, есть достаточная авторитетность перед ним, если вы достаточно авторитетны для него, вот, то я думаю, что проблем не будет, проблем, скорее всего, не будет. проблем не будет, ребенок очень быстро придет в норму. Вот. А, так, знак, конечно, тревожный, потому что, ну, любой такой, скажем, скажем так, фанатизм, да, не хорошо, и, соответственно, я думаю, что это нужно корректировать, потому что, ну, совершенно очевидно, да, что ребенка это держит в напряжении, и напряжение ему, конечно, во благо не идет, ну, вот. Поэтому, скорее всего, ему нужна ваша помощь, да, не помощь, значит, психолога, а именно ваша, вот. Ему нужна именно, именно ваша помощь, вот. Это то, что я могу вам сказать, по сути дела, вот. Именно, 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 исходя из того цифра, что вы написали. Вот, в таком возрасте легко, достаточно, скупируется весь негатив, да, то есть, скупируются какие-то травмирующие события, все-таки скупируется достаточно легко, вот. Главное, чтобы у вас была достаточная взаимосвязь, ну, с ребенком, вот. Для этого, для того, чтобы его направить, вот. Ну, я разделяю мнение своей коллеги по поводу того, что нужно проанализировать, какие у него отношения в семье, какие у него отношения в социуме, если есть. Да, может быть, он, если он, например, много времени проводит в садике, то, сорвется, ну, может быть, как-то в садике на него, в садике плохо на него повлияли, вот. Я, в любом случае, в своей практике встречал людей, которые вот снимают руки, и, по сути, это, может, либо такой вот некий драйвер, человека, который, как бы, ну, выполняет всю свою жизнь, указательно, вот, которые даны, может быть, даже не совсем, адекватно, вот. Понимаете? Так что здесь нужно исследовать этот момент, без причины, в любом случае, вам будет нелегко, вот, что-либо сделать. Ну, а ребенка нужно обучить, справляться с подобными историями, потому что таких историй в жизни будет много, и, если ребенок будет ваш, ваш, излишне, например, впечатлительным, да, или, если он будет поддаваться на все-все, такие вот моменты, да, вот, то ничего хорошего из этого не будет, вот, так что, можно сказать, уже сейчас у вас ребенок тревожный, тревожный и, как бы, не чувствует себя в безопасности, поэтому прибегает к дополнительным способам для того, чтобы чувствовать себя лучше, вот. Косвенно это, конечно, может свидетельствовать о наличии проблем именно в вашей семье, вот. Косвенно, косвенно, вот. Многое зависит от того, какого ребенок пола, да, то есть, если ребенок, например, мальчик, то как он общается с, мамой, ну, вот, то есть, тут тоже очень, очень важный, важный компонент, вот. Очевидно, что, в воспитании, в своем развитии ребенок, ну, вот, получил, скажем так, такой, вот, перекос в сторону чистоты, вот. Это, конечно, весьма, весьма негативно. Да, 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 все это можно купировать, но, я, я рекомендую вам не дотягивать с этим, вот, периодом. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.